Добрый день, разрешите от лица компании Сингента, ведущий производитель химических средств защиты растений и семян сельскохозяйственной культуры поприветствовать вас на сегодняшнем форуме коснуться темы растениеводства, непосредственно качества зерна и как управлять им в процессе выращивания. Если немного статистики посмотрим, то анализ производства пшеницы в Российской Федерации следующий. За последние 7 лет мы видим, что доля третьего класса значительно снижается практически с 50% до 23%. И растет четвертый класс очень быстрыми темпами и куражная пшеница. Сегодня основная доля производства третьего класса это Сибирь, четвертый класс южный регион и куражная пшеница это центральный регион. Если говорить о качественных показателях, то по данным Центра оценки качества зерна за последние 5 лет масса доли белка в зерне по Российской Федерации снизилась до 12,1%. Массовая доля калековины снизилась до 20,3%. Однако число падения подросло до 304 секунд и выросла натура до 875 граммов на литр. Очень важный показатель это повреждение клопом вредной черепашкой, потому что это является ограничивающим фактором при экспорте зерна. Здесь очень интересная статистика, которую приводит Центр оценки качества. Мы видим, что значительные площади повреждены клопом более 1%. Если начиная с юга, это Северокавказские республики, Крым, Ростовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Волгоградская область, Воронежская область, Волгоградская область, Волгоградская область, Волгоградская область. Здесь очень важно и необходимо отметить, что более 1% необходимо принимать дополнительные меры в борьбе с вредителями, в частности, по калкуринной черепашки. И сегодня при экспорте зерна предъявляют к качеству порядка 80 стран притензий, 98 стран определенные требования к качеству зерна по безопасности и к карантинному состоянию зерна предъявляют сегодня 118 стран. Если мы посмотрим с вами на российский ГОСТ, качество пшеницы, то увидим, что 3, 4, 5 класс определенные показатели натуры и числа падения и как он соотносится к тем требованиям, которые сегодня предъявляют наши основные покупатели. Это Египет, Турция, Вьетнам, Иран, Бангладеш. Мы видим, что по натуре и числу падения практически требования приближены ко 2-му и 1-му классу. Единственное, что по биопут 4-й класс, ну и по таким карантинным вредителям, как болезни и вредителей тоже, в общем-то, картина достаточно пёстрая. О безопасности зерна, здесь речь идет о микотоксинах. Вот, собственно говоря, перечень, который рекламентирован в Таможенном союзе. Отмечу два очень важных, микотоксина Додон и Зерилино. Зерилино, это, собственно говоря, продукты жизнедеятельности гриба Фузаревым Громинианом, Фузаревос Коаса. И здесь необходимо обратить внимание, что очень важно бороться с этой болезнью, именно с химической обработкой. Турция наиболее сегодня жесткая страна, предъявляющая требования к микотоксинам. Однако и другие страны, Египет, Азербайджан, основные наши покупатели, также сегодня ужесточают, собственно говоря, эти барьеры. Если говорить о факторах, которые сильно влияют на урожайность качества зерна, здесь, наверное, стоит отметить самые главные редуцирующие факторы. Это сорные растения, болезни и вредные насекомые, на которые мы сегодня можем с вами повлиять с помощью интегрированных систем защиты растений. В частности, гербицидами мы можем повлиять на частоту посевов от сорняков. Мы увеличиваем урожайность за счет отсутствия конкуренции между растениями и в результате снизить сорные примеси. За счет фунгицидов мы контролируем болезни и физиологическое действие на культуру, сохраняя тем самым максимальный потенциал урожайности и качество за счет здоровости блестоя. В результате мы повышаем содержание белка, увеличиваем натуру, снижаем близкие зараженности земно-пузырилозами и метоксинами и повышаем качество семенного материала. Инсектициды помогают нам снизить повреждения посевов за счет контроля вредителей. В данном случае мы сохраняем максимальный потенциал урожайности и качество за счет здоровости блестоя. В результате увеличиваем натуру, снижаем поврежденные зерна вредителями и сохраняем хлебопекарные качества зерна. Главное регулятор роста – это формирование архитектоники посевов, снижение риска полигания, повышение продуктивности зерновых за счет формирования оптимального степлеста и снижения риска потерь при полигании. В результате мы повышаем качество зерна за счет улучшения однородности урожая. Четыре важных шага, которые необходимо сделать для того, чтобы получать ценную пшеницу, в результате сохранить и увеличить экспортный потенциал. Первый – это фаза улучшения. Здесь важная задача – сформировать в мере оптимальную высоту стояния и количество продуктивных степлей, сформировать мощную, здоровую корневую систему и решение является подбор качественного семенного материала, правильная норма и сроки высева, глубина заделки, уровень минерального питания, и защитить семена от внутрисеменной почвенной инфекции. То есть необходимо обязательно провести предпоседную обработку химическими средствами защиты растений. В данном случае компания «Сингента» сегодня вывела на российский рынок новый четырехкомпонентный ВИЧА-инсектофунгицидный протравитель, который обеспечивает максимальный спектр действия, максимальную защиту против фузариоза, тифулеза, резоктониоза, а также наземных и почечных вредителей. Следующий шаг, собственно говоря, тоже непосредственно в фазу выхода в трубку. Здесь задачей появляется сохранить продуктивный стеблистой и реализовать потенциал озернованности колоса и сформировать архитектуру посевов. Важным решением в данном случае являются азотные подкормки, контроль фитосанитарной ситуации в посевах и формирование архитектуры посевов регуляторами роста. «Сингента» вывела сегодня на российский рынок технологии, которая называется «Аммистар». Она включает в свое применение фунгицидов в первую обработку «Аммистарэкстра» и регулятор роста «МОТУС». Это можно использовать как в отдельности, так и в баковой смеси. Третий шаг – это обработка химической фазы флагового листа. Очень важная задача – обеспечить интенсивность фотосинтеза флагового листа для формирования максимального потенциал урожая. То есть от этого зависит уже масса тысячи семян. И необходимо, конечно, работать в этот период с фунгицидами и достаточно мощными инсектицидами. Именно в это время как раз борется с клопом вредная черепашка. «Сингента» предлагает сегодня ряд продуктов. Достаточно известный выбирает «Альта Супер Альда Турбо» и абсолютно новый продукт «Иватус Рио», который вводится на рынок только в 2019 году. Действующим веществом, который является «Салатенол». На разработку этого ДВ компания потратила 200 миллионов долларов и 10 лет работы. То есть это тот прорыв, который сегодня будет сделан на ближайшие десятилетия в области защиты российской хозяйственной культуры. И четвертый шаг, последний – это как раз таки во время калашения, начало цветения. Здесь очень важная задача – обеспечить здоровье полоса и флагового листа для формирования максимального урожая. И работать над качеством содержания белка и безопасностью зерна. То, о чем я говорил ранее – содержание микотоксинов. Решением является, конечно, использование определенных системных фунгицидов и инсектицидов. И вот компания «Сингента» предложила два продукта. «Магнелла» – тоже достаточно инновационное решение. Вместе с инсектицидом «Каратезион», который сегодня позволяет бороться со всеми болезнями колоса. Но самое главное – бороться с фузариозом. Вот, собственно говоря, вся система. Она достаточно дорогая. Если по прайс-листу посчитать, то это порядка 10 тысяч рублей. Однако прибавка урожайности порядка 15 циферов. И, в общем-то, 5-6 циферов уже окупает эту систему. Но, в любом случае, для тех, кто будет использовать третью обработку непосредственно «Магнелла» и «Каратэ». Компания выпускает новую страховую программу, которая называется «Агриклайн». И при использовании полноценной системы позволит получить субсидию, не государственную, а непосредственно от компании «Сингента». В размере 35% от стоимости затрат на все средства защиты растений. Ну, если есть вопросы, пожалуйста, можно обращаться к нашим экспертам по бесплатному телефону. Спасибо. Спасибо. Сергей Войкович, да, пожалуйста, вопрос. Я, честно, эксперты, а вы взяли организовать поездку в Китай, чтобы повысить продуктивность, там, как молоко делают, а по телевизору показывают, и даже на мясо. Ну, вы знаете, да, Китай сегодня становится одной из важнейших экономик, да, вы знаете, противостояние с Соединенными Штатами. И, кстати, это, в общем-то, хорошая возможность, в том числе и для России, занять ту нишу, которую занимала когда-то США, во всяком случае, по поставке сои. А теперь, в общем-то, китайцы обратились на российский рынок, и готовы покупать практически все, это, начиная и пшеницу, и других сельскохозяйственных культур, но у них очень жесткие требования, не только по микотоксинам, да, о которых я вам сегодня говорил, показывал, там достаточно шире спектр. Они вплоть до того, что контролируют процесс производства в поле, определенное хозяйство, и вот если они гарантированно уверены, что вы использовали, допустим, технологии защиты сингента, то, возможно, они продукцию покупать у вас будут. И тогда, в Китай, можно посмотреть, как они работают. Микотоксины? Ну, это, к сожалению, те вредные вещества, которые содержатся в пшенице, в муке, потом уже в хрибопекарных изделиях. Соломы, которые... Да, 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 абсолютно верно. Абсолютно верно. А потом идет с кодкурик. И которые, к сожалению, в микотоксины, их нельзя уничтожить, никакой термической обработкой, то есть они абсолютно ничему не поддаются, что бы вы там с ними не делали, они сохраняются и, к сожалению, вредят здоровью как человека, так и животного. Спасибо.